Здравствуйте, в эфире Спильна Ньюс. Антитеррористическая операция на востоке Украины стартовала 13 апреля. В течение месяца бороться с сепаратистами вместе и по отдельности отправляли СБУ, Нацгвардию, спецназ и некоторые части вооруженных сил. Однако до сих пор город находится под контролем сепаратистов, именующих себя народным ополчением, и сотрудников российских сепецслужб, расстреливающих вертолеты и ведущих минометный огонь с крыш жилых домов. О том, что мешает украинским силовикам покончить со славянским беспределом, в интервью с представителем 1-го батальона Нацгвардии. Мы, власне, чем и занимаемся. Первый спецбатальон, разделенный на 7 групп, которые оточили полностью місто Словянск. Что сегодня происходит в Словянске? Как сегодня работает представительская демократия? Мы кому-то из пропечатанных в бюллетенях сдаем наш голос. Этот кто-то, чего-то, где-то от нашего имени, как считает нужным, ни контроля, ни отчетности, ни возможности отозвать. Как выясняется, слуги народа, использующие сначала деньги и технологии, потом полученный мандат, это не только проблема нашей Рушенковой, а вообще коллапс представительской демократии в современных условиях. В Могилянке и широком представительстве гражданских сообществ, объединившихся с академическими, предлагают брать в руки ноутбук и переходить от демократии представительской к электронной. Фантасти писали, что нужно брать уряд, наймать его за контрактом. У нас, в том числе, даже в Фейсбуке есть группы, которые основную свою идею записывают, как мета деятельности. Это до всех тех целей, когда у нас будет уряд работать за контрактом. То есть они будут нами наймать и будут выполнять то, что мы им кажем. Это по Киеву сегодня раздают красивую поліграфию. Бачите, право, воля, книжечки. Тут написано, буду бороться с мафами, буду бороться проти забудови. Все, обіцянки, обіцянки. А где мирила відповідальность? Как же совесть, наибольший контролер. Но когда мы за 23 года не выховали совесть этих политиков, то как их приструнить, как их взять до відповідальности? В цей ситуации проект «Вводи электронной» есть один из таких механизмов. Головное, про что мы собирались тут поговорить, это про инновационную. Это те, чего нет в мире. А именно это инструмент «Электронная угода». Я впевнена, что вопрос будет, что до самой электронной угоды, наверняка больше, чем «Электронная демократия». Політики вимушені. Будем пропонувати людям, выборцам, конкретику, чтобы реформирование страны и общества. Він вказує, какие джерела финансирования, какой бюджет потребует для реформирования, например, украинской армии, что есть на сегодня один из самых актуальных вещей. Другой блок – это, как мы его назвали, процедурный. Процедурный предпочитает стандарты звездности, прозорости и деятельности кандидата. В частности, что до джерела его доходов, а также членов его семьи, майно, которым он владеет, максимально широкое коло активов, скажем так. До стандартів комунікації також входить такий инструмент, вот и про те, что это электронная петиция. Если какая-то петиция набрала, певно, какие-то волосы, то той или иной орган, та или иной посадовая особа обязана рассмотреть и, как я уже сказал, детально ответить на эту петицию. И тогда выборец будет мать возможность оценивать этого кандидата, а не слушать казки, как мы привыкли их слушать за последние 24 года. Это один из стержневых вещей, на которые мы будем обратися сходить. Для того, чтобы, за то, чтобы, по-другому, было бы тесно нехорошим разом почувствовать каждого, а, с другой стороны, так, чтобы каждый чувствовал большинство причем и совпадательность, в том числе и шлахом доступности, так, чтобы два клика можно было открыть и посмотреть бюджет, но, скажемо, я говорю из этого слова, «место Киев». Сейчас мы передаем вам проект 1 на Киевском уговоре и проект 2 на объединение технического уговора, на объединение торгового фраку. У меня просьба, а вы можете помнить, что вы не сможете сказать? У пункта невеликого, как оно працюет. И еще одна проблема, а как у нас компьютеризация, сколько у нас есть персональных компьютеров у населення, для того, чтобы мы в режиме онлайн могли спілкуваться с своим депутатом, чтобы не станет таким и вымагать от него выполнение. Я думаю, что организаторы этого проекта ждут долгую дорогу в юнот. Но каждая дорога начинается с первого круга, а с долой и той, кто идет. Дякую. Тем временем, Печерский районный суд города Киева перенес на 26 мая рассмотрение уголовного производства в отношении экс-главы Киевской городадминистрации Александра Попова и бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности Владимира Севковича. Об освобождении их от уголовной ответственности за силовой разгон Майдана в ночь на 30 ноября хододайствует замначальника управления процессуального руководства Генпрокуратуры Дмитрий Борзых. Как известно, за 2013 год оправдательных приговоров в нашей судебной системе было вынесено 0,2%, а соответственно обвинительных 99,8%. Что же вызвало столь неожиданный приступ милосердия у последователей товарища Жеглова? Очень большой вопрос. Но в том, что нужное решение будет получено, сомневаться не приходится. Ведь во имя спасения страждущих собратьев по начальственным креслам входят даже те законы, которые призваны были защищать гонимых майдановцев. Например, закон об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний в декабре 2013. Анастасия Жеглова, директор 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 директора «Во мне это не будет выглядеть по сути. Проте, с технических причин, как мы понимали, суд был перенесен на 26 травня. Нам поведомили, что судья находится в нарядшой комнате, поэтому она не будет рассматривать сегодня данную справу. Как мне известно, попов появился, появились представители прокуратуры. Севкович уже в котрич раз, это уже четвертое заседание, он не з'является, лишь надает свою заяву про то, что он себя плохо почувает, не дающи жодных доказов того. Потому что я уверена, что жоден из потерпелей не сгоден с тем, что людей извольняют от ответственности, и они не знают, кто есть винной особой, с кого они могут стягнуть збитки, как потерпели, как моральные збитки. Так много людей действительно имели значительные ушкоджения здоровья, и кто теперь будет выскудовывать, это не понимает. Держава это в законе не прописала, фактически данным решением суд избавит их возможности подальшего защиту их интересов в суде. Женщины и война. После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно. Я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу, как будто он близко. И внутри у меня что-то противится, что-то не дает. Не могу решиться. Но я взяла себя в руки и нажала спусковой крючок. Это из книги Светланы Алексеевич «Войны. Неженское лицо», вышедшей в 1985 году и перевернувших представление целого поколения о советском архетипе женщины-война. Сегодня мы находимся в ситуации, когда так или иначе, но женщины вовлечены в жесткое силовое противостояние. И если в начале Майдана девчонки устраивали акции поцелуевышника, пытаясь хоть как-то смикшировать ситуацию, то к концу февраля в женской сотне уже насчитывалось около 140 человек. А в вооруженных силах Украины сегодня служат порядка 16 тысяч женщин. Меняется ли что-то в образе украинской женщины или просто возвращается все на круги своя? О женских архетипах Майдана в материале Кати Бутовченко. Честно вам признаюсь, до Майдана я не думала, что у нас в Украине остались какие-то мужчины с большой буквы. Ну и мне было очень приятно осознать, что у нас столько мужчин действительно, в полном смысле этого слова. Это просто какой-то расцвет нации, на мой взгляд. Открыла фейсбук, я там новости, новости. С пяти вечера до двух часов ночи на меня обрушилась лавина новостей. Я звонила друзьям, говорю, парни там, люди повсталые, революция, мы проспали революцию. Ну у нас пальчик погиб, девятнадцатилетие, все сборожены. Герои не вмирают, вмирают враги. Внутри было какое-то такое чувство, что мы больше не имеем права отсюда уйти. И независимо на то, что какая-то была семейная ответственность, какая-то там позиция, друзья говорили, что некоторые не понимали, что ты здесь делаешь, зачем ты здесь торчишь, тут опасно, тут непонятно, чем может быть, потому что уже побили детей. Восемнадцатого меня подзорвали возле стадиона «Динамо» на Грушевского. Светошумовая граната взорвалась, я потеряла очень много крови, вот у меня до сих пор остался шрам на лице, резиновые пули побили мне ноги, я пришла домой, меня зашивали, здесь меня привезли. Шоковое такое было состояние, я боли сильно не чувствовала. Дети, когда увидели меня, все, кровапли, но они поняли, что это серьезно. И потом после этого дня, ну, маленькая дочка каждый день маму, она как провожала, как на войну. И она говорила, мама, ну ты ж вернись. Один человек не в состоянии противостоять диктатуре, изменить судьбу страны, но ему под силу поднять волну, за которой поднимется океан. Егор Петров, директор одного из самых титулованных креативных агентств Украины «Банда», вышел на Майдан после избиения студентов 30 ноября. Не выйти он не мог, но и ответить по сути на вопрос «А зачем?» тоже. Как человек, рефлексирующий и креативный, Егор собрал друзей. Те собрались с мыслями. И 2 декабря на Майдане появился первый постер «Я капля». Дальше возник сайт, на котором создать свою капельку и влиться в майдановский океанопоток мог каждый. А уже через неделю вместо аватарок своих друзей на Фейсбуке я начала обнаруживать капельки той самой украинской идентичности. О том, как это было в беседе с Егором Петрохиным. Люди себя чувствуют никем. Они чувствуют себя просто одной капелькой, которая ничего не может изменить. Она никак не может повлиять на политическую ситуацию, на экономическую ситуацию, ни на что. То есть они просто существуют. Вот я живу в своем маленьком мирке, моих оттаскаю и все. И больше ничего не происходит. А если собраться вместе с одной мыслью и с большой идеей, то можно что-то изменить на самом деле. И вопрос здесь в том, что тогда, собственно говоря, и началась революция. А революция – это очень такое тяжелое, сложное слово. Оно очень сильно напрягает. И когда люди говорят о революции, это что-то очень сложное и очень неинтересное даже для многих людей. Потому что революция – это нужно напрягаться, ходить куда-то, драться с берку, еще что-то делать. Ну, как бы такие разные страшные вещи. Но мы нашли в этом другое. Мы нашли в этом задачу сделать это проще и мягче и понятнее. Потому что так жить дальше нельзя. С такой ситуацией это невозможно. То есть иначе нужно брать и уезжать с этой стороны всем сразу же. Либо что-то менять, либо что-то делать. А чтобы что-то сделать, нужно поверить в себя и поверить в то, что ты можешь это сделать, на что-то повлиять. И когда я ходил и думал о том, что же я могу сделать, я понял, что я умею рисовать постеры, я люблю рисовать постеры, мне это приятно, мне это нравится, я буду это делать. Потому что это моя капля в этот океан. Я нарисую постеры. Кто-то может печь пирожки, кто-то может быть в самообороне Майдана, кто-то может шерить на Фейсбуке разные посты. И каждое это влияние, если 45 миллионов людей возьмут и хоть немножко что-то сделают, что заставит 5 минут, 10 минут, неважно, 2 часа, то это действительно что-то изменит. То есть это создаст очень сильное давление и влияние. И, собственно говоря, вся эта идеология была помещена в одну краплю. То, что если действовать в одном направлении всем дружно, то мы все изменим. А мы даем возможность людям раз в месяц платить в этот фонд, в этот проект 5 гривен, грубо говоря. Они поставят себе на карточке то, что вот я 5 гривен даю в месяц. И на эти деньги мы будем находить и реализовывать очень простые проекты, которые очень легко ощутить и очень легко реализовать. Например, сделать в городе столбики против парковки на тротуарах. Аккуратные столбики, собрать на это денег и сделать это в одном районе, в одном городе, во всей стране. Неважно, вопрос объема. Кладешь маленькую капельку, но что-то большое реализуется.